У войны не детское лицо, но у тех ребят не было выбора. 8 февраля сотрудники детской библиотеки поселка Новомихайловского рассказали ученикам 30-й школы о жизни и подвигах детей, которые во время войны наравне со взрослыми защищали нашу родину. Маленькие солдаты большой войны, они всеми силами помогали в борьбе с немецкими захватчиками. В день памяти ученики 30-й школы поселка Новомихайловского узнают о подвигах своих ровесников. Они чувствовали сильный страх, они думали о том, что будет дальше, что будет после того, как война закончится. День памяти был утвержден Ассамблеей ООН 8 февраля в 1964 году в честь погибших участников антифашистских демонстраций французского школьника Даниэля Ферри и иракского мальчика Фадыла Джамаля. В этот же день были расстреляны советские герои-молодогвардейцы. Для нас это больше день памяти тех подростков и детей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, которые боролись с фашизмом здесь, на территории нашей Родины. Мы вспоминаем, нам есть кого вспомнить. Мальчишки и девчонки знакомятся с подвигом героя-земляка. До войны он был обычным мальчиком. Володя Агик из Успенского района Краснодарского края был убит в 15 лет, когда выполнял долг разведчика. И таких простых, но отважных ребят в истории Великой Отечественной войны тысячи. Потому что они бились за нашу Родину, чтобы мы жили спокойно и мы не беспокоились ни о чем. Ради мирного неба юные герои пожертвовали детством и даже жизнью. И благодаря таким дням о больших подвигах маленьких защитников будут помнить всегда.